добро пожаловать на канал harddress info это lenovo tab m10 full hd плюс между прочим ребят сейчас мы с вами распакуем это устройство только я должен заранее кое-что сказать этот планшет он новый но если дано он меня без официального установлены google сервисов был поэтому я попросил чтобы когда но мы попросили это компания когда они отправлять перед отправкой установить google сервисы но у вас такого точно не будет это предзаказанная модель короче там очень длинная история он шел сначала по при заказу но с доставкой с коронавирусом с этим всем все так как-то произошло закрутилось что он дошел до нас гораздо позже чем он вышел в продажу в европе и при ну вот как-то как как-то вот так еще и в магазин который он пришел откуда он отсылался они позвонили нам сказали что так так то пришел планшет говорят его в курсе что типа если планшет вы по предзаказу тогда еще заказывали он будет у вас без гугла и такой смысл ну и они предложили его установить сразу же потому что у них они как официальный реселлер они могли установить без всяких там костылей google поэтому у меня теоретически система новая но не до конца и так давайте мы его откроем видео не распакованы уже это очень обидно и так мы с вами откроем планшет ой слушать он запакован так как будто его не распаковывали ну может не совсем не до конца аккурат хотя нет отлично она не бывает же леново никогда не запаривались по коробке ну и хорошо а зачем нам за нее переплачивать когда мы хотим устройство так давайте вот таким вот образом мы вытащим наш планшет телефона и планшет действительно большой он работает на базе процессора мтк что обидно но что поделаешь куда деваться итак что у нас здесь написано написано что у нас металлический дизайн написано что у нас нереально тонкие рамки 10 и 3 дюйма full hd дисплея восьмиядерный процессор 8 мегапикселей путь 5 плюс 5 мегапикселей фронталка так вот значит как обычно у нас вываливается из нижнего отверстия и что тут у нас посмотрим коробочку потом отложим я хочу посмотреть что у меня здесь на столе итак мы видим планшет которому скорее всего будет включаться к эта клавиатура либо же в лучшем случае док станция привет это я вот давайте мы его пока что запустим теоретически если они установили сервис и тогда они не сбрасывали настройки поэтому он должен включиться без каких-либо проблем а пока что посмотрим что у нас коробки коробки у нас есть какие-то три лишние штучки знаете покажу все таки пусть он запускается отложим его в сторону посмотрим что у нас коробка коробки у нас такая такой вот боксик здесь спрятана скрепочка это версия с lte между прочим поэтому здесь будет скрепка здесь у нас зарядка эти красивая зарядочка весьма очень даже красиво и кабель usb-c на usb 2 нормально хорошо даже я бы сказал так а посредине у нас есть что-то ну вроде как не предусмотрено чтобы его открывать скорее всего нет посредине у нас ничего нет это обманка могли бы уже что-то положить хоть бумажку какую-то но я не придираюсь это я просто так сказал ну типа я бы положил наверное хотя это дополнительных денег стоит нет я бы не положил на самом деле планшет за нереально нереально дешевый для нормального адекватного планшета а он теоретически должен быть нормальным и адекватным фишка его этого планшетика в том что у него процессор как медиатэк но это неплохой медиатэк это тот медиатэк который мы все с вами наблюдали этой серии медиатэков которые стояли в рядом восьмом ну не совсем тот конечно но из той серии и это как бы нормальные процессоры они себя достаточно хорошо показали так вот сейчас я очень сильно испугался знаете почему потому что здесь стоит пароль блокировки экрана и не я же и устанавливал поэтому как так по ходу это если вы это видео видите тогда все получилось конечном итоге но походу нет они пошел запуск android слушайте мне просто нужно быть я не знаю хакером каким-то взламывать пароль от планшета в lenovo ну шутки шутками а планшет загружается это очень хорошо и так тоже у нас будет здесь я уверен что этот планшет не будет тупить но я уверен что он не будет супер быстрым этот планшет не должен быть быстрым у него фишка в том что у него должен быть адекватный экран пока что я не вижу что он адекватный как бы он приятный картинка приятная но давайте посмотрим на полной яркости поглядим на него ну яркости экрана не хватает но картинка реально красиво то есть реально приятнее ладно чё-то я зажрался реально хорошая картинка youtube без помех четыре месяца бесплатно отказываюсь там мне кажется ли там было написано galaxy его и так давайте попробуем найти какой-то видос так не хочется музыкальный чтобы нас не забанили очередной раз давайте посмотрим наш видос какой-то смотрим что у нас со звуком звук не громкий но отличные стереозвучание на слышно они супер качественная но звучит как хорошая адекватная стерео скажем так я прям вот хорошо слышу что это стерео это нормально это хорошо то есть со звуком здесь хорошо все фильмы смотреть можно будет спокойно в принципе я не понимаю зачем нужен еще android планшет то есть конечно же его брать мне кажется более а вот это неплохой подгон ходу ребята проверяли аккаунт ну неважно короче ребят мне кажется что такой планшет более целесообразно покупать чем планшет от самсунг который будет гораздо дороже но с другой стороны у планшета самсунг будет стилус ну точнее спен или как он там называется но с третьей стороны если ты хочешь себе купить планшет чтобы не рисовать то естественно тебе самсунг не удовлетворит все твои потребности тебе по-любому придется брать ipad ну чтобы хорошо прям рисовать то есть хочешь этого или нет и поэт придется взять но так это планшет на достаточно шустренький давайте попробуем одну какую-то игрушку запустить надеюсь они уже по заходили везде если нет то ничего страшного так а нет никакой такой игры в которой можно было бы сразу прямо зайти чтобы она была и тяжелая и хорошая ну ладно ну вот я вижу что он работает шустрый серьезно попробуем еще будет тогда то есть игр будет с всего абсолютно но мы с вами знаете что ребята мы с вами это все протестируем потому что у меня уже есть некоторые претензии устроить пабжи был установлен не заметил у меня есть некоторые претензии к разрешению экрана например вот смотрите видите все такое немножечко пиксельная я знаю что это пабжи я понимаю что могут быть какие-то свои проблемы я сейчас говорю не об этом говорю что я вот смотрел например в плей маркете тоже немножечко я видел что немножко мутная картинка но может быть да пошло пошло может быть еще нужно изменить разрешение экрана но смотрите видите работать достаточно шустро он там игрой занимался аббат вышел сделать то что нужно процессоры mediatek это как амд на рынке смартфонов они как бы неплохие я не говорю сейчас про райзен райзен это уже совсем другое это уже не амд ну амд ну короче вот и здесь мы с вами знаете что нужно попробовать изменить разрешение экрана вот здесь в настройках все очень хорошо и красиво был только что в плей маркете и немножко мыльная была картинка я не понял в чем проблема и по-моему даже нельзя изменить разрешение экрана это масштаб это ладно ребята я еще разберусь все вам покажу пока что планшет не в целом и нравится он металлический он очень удобно сидит в руке я уже потрогал он очень удобно сидит в руке сзади он выглядит просто шикарно просто великолепно а давайте посмотрим что у нас пока их и вообще не знаю зачем это проверять но давайте проверим фронтальную камеру ну ту не проверим что как у меня монитор сзади но фронталочку мы с вами проверим и так проверяем фронталку такс маратан я туплю вот но слушайте фронталка хорошая конечно для веб звонков или для чего там использует обычный планшет будет точно наверняка достаточно эти посмотрю в кадр вот так вот посмотрим на фотографию ну слушайте фотография неплохая реально вот в прямом смысле слова она неплохая на меня светил яркий свет и в принципе как бы я не думаю что вы будете ночью делать селфи это получаете поэтому да нормально поставлю эту картинку на заставку рабочего стола и буду радоваться тому как красиво фоткать нет реально фронталку удивила на самом деле что ж ребят будет еще полный тест абсолютно всего поэтому подписывайтесь стать ставьте лайки обязательно обязательно вы просто обязаны написать комментарии о том что вы думаете по поводу именно этого планшета потому что мне кажется что за те деньги которые он ну которая за него просит планшет весьма неплох во всяком случае так мне кажется если вы с этим не согласны тогда напишите почему мне кажется что в принципе все у него хорошо ставьте лайки подписывайтесь на канал до скорых встреч пока